Мы с вами собрались для того, чтобы поговорить о новой книге, которую я получила из Соединенных Штатов месяц назад. Книга Дака Гудкина «Teach like its music». Книжка состоит из трех глав, из введения, и названа она «Первое движение», «Второе движение», «Третье движение». Как бы мы, например, встретили подобное обозначение, ну, например, в музыкальном произведении. Первое движение, первая часть, вторая часть и третья часть, да? Я хочу сказать, что, прочтяя эту книгу, я себя поймала на мысли, что она в целом не об орфпедагогике как таковой. Потому что, будучи очень опытным мастером сделать что-то внизу, он все время в каждой своей следующей книге поднимается вверх на так называемый мета-уровень и смотрит сначала на орфпедагогику, а потом и на всю педагогику как бы немножко сверху, и на музыкальную педагогику смотрит не только как на педагогику общего музыкального образования, но и профессионального образования. И в объединении к этой книге он говорит о том, что педагогика искусства и музыкальная педагогика наработала так много удивительных приемов и подходов, которые могут пригодиться педагогам разных специальностей, обогатить их преподавание, независимо от того, какой предмет в школе они бы могли преподавать. И вот как раз этим таким глубинным и очень универсальным приемом как раз посвящена эта книга. Он поднимается над педагогом и над педагогикой, смотрит вниз и как бы глядя с высоты своего полета говорит, «Знаете, вот это можно было бы сделать по-другому». И вот об этом это книга. Здесь нет секретов, делай раз, делай два, это не методическая книга, это книга концептуальная. И второе, о чем я подумала, читая эту книгу, я подумала о том, закрыв последнюю страничку, что идеи, которые высказал Дагуткин, в принципе, они не новые, не новые, можно сказать. И идея учить, как будто это произведение, урок это произведение художественное. Но я нашла массу ссылок в интернете по поводу урока музыки, где урок как художественно-педагогическое произведение. И не одну ссылку, а миллион ссылок. Но я там нашла не советы педагогам, как и водится в нашей литературе, я там нашла диссертации с гипотезами, с субъектами, объектами, с кучей всяких, с огромным количеством терминологии, с выводами, которые никуда нельзя употребить. Вот книга Дагуткина как раз тоже об этом, о том, как сделать свой урок неким произведением, ну, может быть, не искусством, но все-таки произведением художественным, с тем, чтобы его течение этого урока, оно захватывало не только детей, но и самоопытом. Я там прочитала воззвание автора, где он говорит, для того, чтобы учить ребенка, нужно понимать, кто есть этот ребенок, как в нем работает душа, дух и его ум, я обратила внимание на то, что он обращает внимание вот на такие метафизические вещи, как дать пищу не только уму, рукам, душе, но и духу, как из раза в раз поднимать все эти составляющие, которые развиваются в ребенке как личность на новую высоту, это то, о чем должен думать педагог. Я также заметила, что он обращает внимание на то, что сейчас педагог не может быть вдалеке от современных знаний, которые нам дает нейробиология, нейрофизиология, смежные науки психобиологии. Все вот эти смежные науки, о которых я говорю, они так или иначе постепенно попадают в литературу и становятся предметом рассуждений на разных конференциях, попадают в книги. Педагог, читая о том, как устроен мозг ребенка, что такое психика ребенка, как ребенок вообще на самом деле развивается, он приобретает все более точные инструменты для того, чтобы, обучая ребенка, двигаться прямо к цели, а не блуждать в лесу по каким-то окольным тропинкам и окольным дорожкам. Этому как раз посвящено вступление в книги, где Дагудкин очень ярко говорит о том, что педагог не только не должен отбрасывать эти сведения, он обязательно должен знать, как работает в ребенке все, какова его психология, как работает мозг, как мозг этот учится, что он лучше всего и когда он лучше всего запоминает. И мы отталкиваемся от этого его положения. В следующей части книжки, которая называется «Интродукция» перед первым движением, есть такая часть, которая называется «Интродукция», и в «Интродукции» Дагудкин говорит о том, что как бывает здорово, если урок, который начинает учитель, начинается с какой-то удивительной завязки. Учитель не приходит и не говорит «Ребят, садитесь, я сейчас приготовлю ноту, мы с вами начнем репетировать». В книге очень часто Дагудкин проводит сравнение между традиционным орфо-роком, в котором много игры, много социального общения очень приятного, много смеха и много творчества. Где он сравнивает это, например, с репетицией детского оркестра, когда играем какие-то первые такты, педагог довольно резко останавливает, правильно останавливает. Но останавливает, просит посмотреть в ноту, уточнит, двигается дальше, дети могут сыграть только два такта и снова остановка, и вот в этом постоянном прервании, постоянном повторении и в такой рутинной унылости как бы проходит занятие. Вот он обращает внимание, даже сейчас я не буду говорить вот об этом течении урока такого, который на самом деле очень часто свойственен, к сожалению, и педагогам, которые работают с дошкольниками. Давайте еще раз, там что-то не получилось, и мы прерваем. Первое, в чем он говорит, что педагог, входя в класс, должен всегда подумать о том, каков будет крючок, каким будет это увлекательное начало, когда он захватит внимание детей. Я хочу сказать, что мы об этом говорили и в нашей отечественной педагогике, и много раз. Это то, что называется в начале урока создать детскую мотивацию. Это то, как заинтересовать детей, прийти и начать с чего-нибудь такого, с чего вы не начинали вчера и позавчера, с чего вы не начинали на предыдущем занятии. Что каждый раз, а что мы будем сейчас делать, когда дети входят и думают, что их может что-то ждать, потому что педагог приучил себя создавать на уроке вот этот крючок, увлекательный для детей. И чтобы дети сказали, что мы хотим. На самом деле, конечно, это может показаться немножко излишним и может быть даже трудным, каждый урок вот что-то такое для детей придумают. Но мне кажется, что это не только возможно, это правильно абсолютно, даже если вы работаете с более старшими детьми, потому что это как спичкой. Вы чиркнули, и у детей загорелся этот интерес. Да, Гудки рассуждает о том, что же это может быть. Конечно, если мы имеем дело с маленькими детьми, то мы можем сказать, ребята, я вам сегодня хочу рассказать маленькую сказку. Для малышей и детей начальной школы это лучшее из начала урока, которое может быть. Потому что какая может быть сказка, никто не знает, она может быть очень разная. Это может быть история. Я могу прийти и сказать, ребята, я вам знаете, что я сейчас хочу рассказать? Я вам хочу рассказать, как я сегодня шла на работу, и что-то по дороге у меня случилось. У меня осенью я увидела что-то, что я принесла к осеннему уроку. Я что-то увидела, принесла к зимнему уроку. Я с кем-то встретила, что-то произошло. Я по дороге увидела кошку, и я, может быть, придумала про эту кошку. И мне это помогло. Кстати, Дагуткин говорит вот об этой вещи очень часто. Рассказ педагога о том, что он лично пережил вчера, сегодня, еще несколько дней назад, что имеет отношение к занятию. Это очень увлекательно, потому что это очень лично. И дети с вами переживают, вы для них близкий человек, вы для них педагог. И поэтому выдумывание таких историй, как бы произошедших с вами недавно, это прекрасный повод начать вот так увлекательно, начать занятие. И если вы подумаете о разных формах начала такого занятия, и будете это из раза в раз делать, то в конце концов станете мастером своего дела. Конечно, у вас будет такой калейдоскоп, крутнул трубочку, и там стеклышки по-другому расположились, и вы знаете, как начать в этой группе, лучше начать вот так, а в этой группе вот так. И это не будет составлять для вас труда, потому что это станет нормой вашей жизни, нормой вашего преподавания. Я обращаю ваше внимание на то, что хорошие привычки, они формируются. Вот сейчас мы с вами еще раз, я напоминаю, говорим о том, как начать наше занятие, как начать урок, чтобы получить детский интерес, зажечь его, чиркнуть спичкой, зажечь, подцепить на крючок и держать. Да, Гудкин о разных вещах говорит, перечисляет их, что еще может быть, он, например, часто использует, как он там пишет, такую, как он пишет, пирамиду или конструкцию, мы садимся в круг, например, когда-то. И там лежат предметы, которые мы будем использовать на занятии. И детям предлагается подумать или отгадать, как вы думаете, для чего я приготовила эти предметы, а что это будет, а то, что здесь лежит, а мячики, думаете, зачем. А мячик-то всего один, а он на всех, на всех нету мячей, а если их много, то это, наверное, на всех и так далее. Да, может быть, это инструменты, может, это скакалки, палки или так далее, или то, что будет. Это кукла-зверушка, маленькое стихотворение, с которого вы начнете и двинетесь дальше. Очень часто это могут быть предметы, которыми можно манипулировать, например, что-то вообще, у вас, например, будет о цветах радуги, что-то такое здесь, могут быть листочки, шарики, там, платочки и так далее. С чем это может быть, а как вы думаете, про что это будет, это совсем немножко, но это как раз крючок, когда у детей возникает такое желание, а что же это такое, мы уже хотим это попробовать. Вот это раздел, который называется «Увлекательное начало» или так называемое «Создание детской мотивации», первая часть, о которой всегда должен думать педагог для того, чтобы чиркнуть спичкой и поджечь эту солому детского интереса. Итак, «Увлекательное начало», «Крючок детской мотивации», следующий раздел, о котором думает педагог, о том, как связать вот это начало и средняя часть нашего занятия или урока, это всегда, конечно, то, что составляет основное ядро нашего преподавания. И здесь мы занимаемся тем, что называется работой, тем, где мы действительно детей обучаем, даем им возможность потренироваться в каких-то навыках, даем им возможность попробовать самим, даем возможность взаимодействовать друг с другом и так далее. Это большая часть урока, и очень важно для того, чтобы была связка. Вот он как раз говорит о том, о чем я много раз говорю на семинарах на своих, и всегда восхищаюсь, когда это умеют делать другие мои коллеги. Вот мы, когда была конференция, смотрели урок Светланы Кузичкиной или Никитиной, и я восхищенно сказала, ни одного шва, вот просто ни одного шва. Стихотворения во что-то перетекают, стихотворения перетекают в рассматривании картинок, на картинках убираются кусочки, превращаясь в пустоту, пустота тоже что-то обозначает. Сейчас о самом крупном таком шве, как обычно педагоги говорят, ну вот мы сейчас хорошо поздоровались, ну а теперь давайте. И переход, который может быть и тематически другой, он ломает как бы общее направление занятия, он тематически другой, он эмоционально другой. Ой, у нас сейчас было интересно, ну все, давайте, а теперь перейдем к чему-то другому, обратите внимание. Да, мы очень часто так делаем. Конечно, педагог, готовясь к занятию, понимает, что у него будет в средней части, вы будете, например, продолжать разучивать какую-то песню, продолжать разучивать, например, если новая песня, тогда не проблема, тогда какой-то ритм из песенки может стать основой для игры ритмическое приветствие, какие-то слова из песни, ее первый куплет может быть основой, опять же, для приветствия, игры, движения, ну и так далее. Если это новая, то здесь есть много чего, с чего можно в первой части начать, а если у вас эта песенка уже была в работе, и вам нужно как-то это связать, и нужно тогда искать другие моменты, новые моменты в том, к примеру, вы работали только с текстом и не работали с ритмом, вы экстрактируете ритм из текста этой песенки и говорите, ребята, а кто, может быть, отгадал, что это за ритм у нас? И в какой-то момент, может быть, скажете одно или два слова, которые помогут детям вспомнить, о чем была прошлая песенка, и на основе этого ритма, связывая вчерашнее с сегодняшним, вы выходите и продолжаете свою работу над тем материалом из того места, где вы его закончили вчера. И когда вы составляете план вот этой средней части, то постарайтесь подумать о том, как предыдущее задание, предыдущее, которое дети только что сделали, становится как бы основой для того, чтобы сделать еще что-то. Следующее. Вот дети очень хорошо выучили ритм в звучащих жестах. Что можно сделать дальше? К этому должно быть возможно прицепить следующее колечко, следующее колечко нашей цепочки. Когда вы сцепляете свое вот таким образом, это получается не только очень глубинно и эффективно, это получается очень легко, потому что к хорошо выученному легко прицепить ничего не отваливается. Вот, например, вы выучили с детьми в звучащих жестах какой-то ритм, и это ритм слов из песенки. Что логично дальше? Вы дальше снимаете речь и говорите, а теперь давайте повторим этот ритм без слов. Слова мы будем говорить, повторять в голове, а вы услышите ритм. А можем ли мы сыграть этот ритм на каких-то других инструментах, например, на коробочке? Мы начинаем переносить этот ритм, переносили на коробочку. Ребята, а можем ли мы сыграть этот ритм на наших силофонах? Хорошо, давайте сядем, попробуем сыграть на разных ноточках, просто на одной ноте этот ритм. Чем вы занимаетесь с детьми на силофонах? Вы учите попадать, например, детей в одну и ту же клавишу и играть на ноточке соль по типу Андрей Воробей. Андрей Воробей, не гоняй голубей. На какой ноточке? Миша сыграл на ноточке соль, а рядом сидит Лена. Лена, сыграй на какой-то другой ноточке. Лена, дети разыграли, вспомнили, как мы держим палочки. И это вот эта вот работа, которая друг за другом перетекает, и колечки цепляются. Вы уже сделали пять форм работы, и все они сцеплены друг с другом так тесно, что кажется, что их расцепить нельзя. И все пункты такие маленькие. Вот это сделали, вот это прицепили, вот это сделали, вот это прицепили. Посмотрите, как мы перешли к работе с ксилофоном, я беру новые инструменты, и к нему надо немножко как-то приспособиться. Дети его взяли, взяли палочки. У детей, как правило, навыков взять палочки абсолютно правильно нету. Мне, значит, нужно еще даже какую-то, может быть, работу, которую я сейчас выпустила. Может быть, сказать, ребята, давайте все, я посмотрю, как вы умеете палочками, ну-ка, все сделаем тараран. Палочки на голову. А, теперь все на одной ноточке. Каждый на одной, на какой-нибудь, да? Это все то, что делает урок таким бесшумным. То, когда дети идут вам навстречу и делают это как по маслу. Когда каждый следующий этап, он предполагает восхождение на совсем маленькую ступенечку. На крошечную ступенечку. Это тоже можно сделать очень интересно. Не просто сказать, ребята, а давайте сейчас встанем и песню нашу споем в кругу. Можно детей к этому подготовить, к тому, чтобы связка была более логичная и более мягкая. Например, можно сказать, ребята, а давайте представим себе, что мы сейчас встанем в кругу и будем эту песенку идти петь. Давайте пальчиками пойдем по кругу. А, как мы будем потом? Что мы будем? Мы будем танцевать? Мы будем хлопать, наверное, может быть, в парах. Давайте попробуем как будто бы. А потом снова будем идти в куплете, да? Будем идти пальчиками. А потом повернемся к своей паре. И может быть покружимся. Давайте сейчас будем петь. а танцевать будем здесь на месте, будем ходить. Обратите внимание, какая разница между тем, как вы скажете, а сейчас давайте все встанем и будем танцевать. Дети не знают, что мы будем танцевать, как мы будем танцевать, идеи никакой нет. Это значит, что если вы таким образом делаете такой резкий переход, это дети встанут, и неизбежен вот этот момент шума и хаоса, которого в детском преподавании, когда вы с детьми работаете, и так много очень. Наша задача, как минимизировать вот этот непродуктивный шум и непродуктивную такую неразбериху, потому что на уроке музыки, когда вы работаете с инструментами, когда у вас есть и танец, и игра на инструментах, и речевые, и движения, так много форм работы, и когда вы не умеете минимизировать шум и хаос, это вам очень мешает, потому что у вас ровно половина количества времени уходит на то, чтобы успокаивать эти дети. И тогда, когда вы скажете, ребята, а сейчас давайте сделаем настоящий круг, вы встанете, и мы сразу возьмемся за руки. Детям будет понятно, что вы предполагаете делать дальше, и поэтому хаоса никакого не будет. Но вы получите не только отсутствие хаоса, вы не получите вот этот шов, который вот здесь в данном случае будет очень заметным. Это будет такой разрез, это какой-то другой кусок. Ваше занятие или урок идет как музыкальное произведение. Вы в нем все время находитесь, в этом потоке. Вот, кстати, ради этого потока, собственно говоря, и весь вот этот сыр-бор. Вот без единого шва это когда ваше занятие идет как единый поток. Когда вы так все продумали, переходы, которые обычно бывают очень резкими, вы их сгладили и превратили их в прекрасное такое плетение кружев. Дети встали, и дальше вы говорите, ребята, а кто-то, может быть, останется в кругу и будет нам аккомпанировать. И дальше Дагуткин говорит в своей книжке о том, что после того, как у нас было интригующее начало, связанное с началом продолжения, когда то, что мы начали вначале, продолжает развиваться и развивается в середине. И дальше следующий момент. Называется у нее удовлетворительный финал. Удовлетворяющий всех финал, конец. То есть это такое ощущение, что мы что-то сделали. Мы сделали достаточно для того, чтобы выразить себя, и у нас это получилось. Мы не бросили это на полпути, когда этот не допел, этот спотыкался, этот играл неправильно, еще там что-то, и все утонуло в замечаниях. И не было ощущения, что родилось это произведение, которое мы исполняем, и родился этот урок или занятие как произведение. Не было ощущения, были какие-то клочки. Это такое одеяло, патчворк получилось, хотя оно тоже может быть произведением искусства. И вот об этом объединяющем финале он говорит, как о функционально необходимом моменте. Интригующее начало, соединенное с началом середина и удовлетворяющий финал. Здесь не так много вариантов, когда вы можете, например, сказать, «Здорово мы сегодня спели песенку». Кому сегодня на уроке что-то больше всего понравилось? Имея дело с дошкольниками, мы обычно ориентируемся на рефлексию такого плана, что тебе больше всего понравилось. Работая с детьми-школьниками, мы можем опираться на рефлексию другого немножко плана, что запомнилось, как ты думаешь, почему сначала не получалось, а потом получилось. Вы можете даже инициировать такого плана завершения. Помните, у нас сначала почему-то не получалось, а помните, мы потом заменили один инструмент на другой. Почему мы заменили? Потому что было немножко громко с тем барабаном. Мы когда взяли маленький барабанчик, правда, получилось изящно. Например, в какой-то момент можно сказать, а кто вспомнит все-таки, какую партию мы играли на барабане. Давайте сейчас мы все с вами вспомним, мы сыграем эту партию барабанок на пальчиках, и это будет наша точка нашего занятия. Например, я сейчас фантазирую, из чего вы, например, из чего можно сделать этот удовлетворительный финал. Кто-то пойдет, возьмет этот барабанчик, а мы все с вами вспомним эту партию барабана и сыграем ее все вместе. Замечательно, это была наша точка. Посмотрите, какие красивые могут быть концы. Ну, я уже не говорю о том, что это может быть ритуальное какое-то прощание. У каждого педагога может быть песенка ритуальная. Например, сейчас пойдут все те, у кого есть что-нибудь голубенькое. Вы же знаете, особенно дети-школьники уже, второй, третий, четвертый класс, кто с ними работает. Если сразу вы их всех отпускаете, то будет куча мала. И всегда надо преодолевать этот момент, как позволить детям уйти спокойно, достойно, для того, чтобы они не устраивали хаос. Вы на выйти, но вот на моих занятиях мы этим пользовались. Пойдите, те, у кого сегодня на ногах кроссовочки, у кого на ногах кроссовочки. Мальчики, у кого сегодня короткие шортики. Ну и так далее. Так, Гудкин в следующей главе своей книги, опираясь на то, как он нам с вами раскрыл функциональные части преподавания, дальше он говорит о вещах практических. Чем будет наполнена первая часть? Для начала крючок, на котором мы подвешиваем. Это то, что называется игра. Любое занятие, любой урок вы начинаете с того, что в нем есть игра, независимо от того, какого рода дети, какого возраста, и даже взрослые. Потому что тот, кто бывал и на моих семинарах, и тот, кто бывал на международных семинарах, вы себя прекрасно знаете, что мы крайне редко начинаем с того, что просто погружаемся сразу с места в карьер. Давайте найдем там 43-й пункт, и сейчас будем репетировать с того места, где вчера оставили. Мы, как правило, начинаем с каких-то игр, цель которых постепенно нас разогреть и постепенно сделать группу единой, и подготовить наше внимание к тому, что оно должно быть очень концентрированным и очень цепким. Потому что сразу такого типа внимания получить очень сложно. Любая машина, она разогревается, и вот этот вот, играйте с тем материалом, который вы будете во второй части интенсивно развивать и с ним работать, с ним играем. Я хочу сказать, что это имеется в виду в данном случае не только игры по форме, там, игры приветствия, игры ритмические, игры социальные, танцевальные разминки и так далее. Все, что уже достаточно устоялось, и то, что я показываю на семинарах. Я хотела бы немножко, чуть-чуть зайти в глубину. Игра с материалом, как с кубиками. Это могут быть ритмы, например, у вас предполагается какой-то ритм. Тири-тири-ти-ти-ти-ти-ти. Тири-ти-ти-ти-ти-ти. Тири-ти-ти-ти-ти-ти. Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ой, ребята, что-то этот ритм ко мне сегодня приклеился. Ой, давайте с ним поиграем, а как будем с ним играть? Бросайте и смотрите, что будут дети делать. Кто-то возьмет инструменты, кто-то играет, сыграет на себе, кто-то, может быть, сочинит стихи. Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Тири-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Кто-то слова сочинит, кто-то, может быть, игру придумает. И ритм уже стал родным. И вы можете сказать, ой, ребята, а я вам разве сразу не сказал, да, даже не намекнула я вам, что это слова из нашей песенки. Или это такое начало нашей мелодии, которую мы сейчас будем разучивать на флейте. Или это еще что-то там такое, да. И вот смотрите, дети уже с этим наигрались. И, может быть, ритм это было самое трудное, что в этой мелодии встречается. Но я ее забрасываю, самое трудное. И оно становится самым легким, потому что дети с этим поиграли. Или, например, в моем плане есть игра с какими-то обручами. Например, с разноцветными. Что-то мы там будем делать с ними. Может быть, это будут домики, когда я дойду, разучу песенку. Это будет игра с песенкой. Это будут домики, в которые дети будут прятаться. Потом будут эти домики менять. Это будет в какой-то части моего занятия. Может быть, даже в конце. Но я могу прийти, взять эти обручи и сказать, ребята, у нас сегодня вот обручи. А как вы думаете, что мы с ними будем делать? А что вообще с ними можно делать? Ну и так далее, да. Предложить. Дети, может быть, будут играть. Один будет держать обручи, будут перелезать. Может быть, его будут крутить. Может быть, будут из него делать руль или зеркало. Ну, невероятные вещи. И это то, что называется вот такое игра исследования. Игра с предметом, игра исследования, фантазирование. Потому что, когда я дойду до того момента, когда у меня будет игра, это будут только домики и больше ничего. Это будет правило, которое нужно будет выполнять. Но мне не очень нравится такой вариант, что дети придут, получат вот этот замечательный предмет. И увидят только один способ его использования. Когда мы будем это петь, у меня не будет времени вот на такую творческую работу. Дети будут хотеть что-то сделать с обручем. А я им скажу, нет, 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 положи его, пожалуйста, потому что это сейчас будет у нас домик. И поэтому я, думая об этом, выношу это в начало занятия и говорю, ребята, а что это будет? Ого, это будет игра сейчас с этим обручем. Я получу, дети получат колоссальный опыт. А я получу ту часть занятия, которая называется манипулирование предметом и творчество, развитие фантазии, экспериментирование, поиск оригинальных вариантов использования предмета и так далее. Все то, чем славится Орф-урок и все то, что мы очень любим. Итак, у нас получилась с вами та часть, о которой мы сказали. Увлекательное начало и за счет чего оно получается? Оно получается за счет игры. Посмотрите, как все, ладно, в книге Дака Гудкина устроено. Дальше мы двигаемся к тому, что он называется мужа. Соединенная с началом середина. Здесь у нас всякого рода работа, да. Если та часть называлась игра, всякая романтика с этим материалом, то здесь мы не можем избежать того, что составляет суть педагогики. Суть педагогики составляет научение, практика, развитие навыков. И мы разными способами это делаем. Способов, которым развивается материал, способом, которым идет педагог, их несметное количество. Их невозможно, наверное, даже классифицировать. Потому что на каждом моменте может возникать что-то иное и другое. В зависимости от того, кто педагог и какая у него группа. И поэтому вот эта вот работа, она в условиях неполностью предсказуемых. Потому что это суть этого процесса, который называется War for Rock неполностью предсказуемое развитие процесса. Соответственно, неполностью предсказуемые результаты у вас могут появиться. Потому что мы работаем с тем, о чем мы говорим. Как о использовании идей детей. Кто-то что-то высказал, и мы это берем и используем. Кто что высказал, мы не знаем. И поэтому мы говорим о неполностью предсказуемом процессе. И неполностью предсказуемых результатах этого процесса. Мы здесь что-то с вами сделали. И выходим в заключительную часть, которая у нас по предыдущему разделу функциональному называлась. Удовлетворительный какой-то конец. Мы что-то получили. Но у Дака Гудкина есть еще, для него еще одно название. Итак, игра, работа, творчество, соединенное с игрой. Дальше он говорит, что вы получаете этот удовлетворительный финал, в котором появились элементы творчества. Вы работали, использовали это по-разному, комбинировали и манипулировали. У вас получился продукт, как результат комбинаторики, он творческий. Потому что любое творчество это в сути своя игра, манипулятивная, комбинаторная, так или иначе. Игровой процесс присутствует в любом творчестве. И получается, что сейчас мы говорим с вами о трех этапах построения занятия, в котором первая просто игра, манипулирование. Вторая работа с тем, что мы увидели, как можно это использовать. И третий, это наш результат, удовлетворительный финал, в котором появились результаты как учебы, так и творчества. И это игра на новом уровне, когда мы используем результаты учения и результаты идей, высказанных с детьми, и результат коллективной работы, и результат может быть того, что вы как педагог подправили. И получается этот удивительный финал. Я сегодняшнюю нашу с вами встречу построила вот на этой главе, для того, чтобы у нас с вами сложилось очень точное, определенное представление о трех этапах построения занятия, связанных вот с этими вещами, которые составляют суть орфопедагогики. Игра и творчество. Тот, кто читал мою книгу, монографию мою, «Видеть музыку и танцевать стихи», то там в разделе в элементарном музицировании, как в виде деятельности, который пришел к нам из глубин веков, я пишу о том, что игра составляет имманентную суть элементарного музицирования. Потому что люди выходили музицировать не для того, чтобы соскучиться и себя замучить занудством. Они выходили для того, чтобы хорошо провести время, смеяться и играть. Игра – это важнейшая социальная деятельность людей. Игра. Суть элементарного музицирования имманентная, то есть внутренне присущее элементарное музицирование не может быть без игры. И дальше мы сегодня с вами говорили об игре и о творчестве. Соответственно, творчество является тоже имманентной сущностью элементарного музицирования. Потому что, когда люди играют, они обмениваются идеями и они творят на ходу. Креативность и творчество – это тоже имманентная суть элементарного музицирования. Обращаю внимание ваше на то, каким образом Даггудкин в своей книжке эти вещи просто с определенностью и отчетливостью завернул в разделы, о которых он говорит. Игра, работа, соединенная с манипулятивностью и комбинаторикой – игра творчества на новом уровне. Это и есть суть ОРФ-урока. Продолжение следует...